Всем привет! Это редактор Теплицы Олег Ганс с обзором всего самого интересного, что случилось на этой неделе. Главное успеть зарегистрироваться. Мария Борисенок, наш митап-координатор, проводит совместно с Mail.ru митап «Как развивать сообщество в сети и в офлайн». Запись уже открыта, мест мало. Землетрясение в Непале, уверен, слышали. Мы не сидели сложа руки и проанализировали, как технологии помогали уцелевшим. Нереально круто. К примеру, изобрели радар-детектор, способный услышать сердцебиение человека на расстоянии нескольких метров. Отдел разработки Теплицы помог, а в Перми запустили первую городскую интерактивную карту «Инфраструктуру» на основе открытых данных. Карта называется maperm.ru. Код открыт, берите, разворачивайте такой же сервис у себя. Анна Ладошкина, руководитель направления помощи НКУ, провела на конференции «Белые ночи фандрайзинга» в Питере практикум с сайта организации как инструмент фандрайзинга. Подробнее в нашей статье, плюс много советов, как собирать деньги на проекты. О чем писать на сайте НКУ? Сами не раз задавали такой вопрос и ответили. Журналист Теплицы Екатерина Изместева написала статью «10 идей для НКУ. Как и о чем писать для вашей аудитории? Готовы решения? Берите, пользуйтесь». Алексей Ницца, наш автор, задался вопросом, как защитить свою переписку от посторонних глаз и провел вебинар «Персональная безопасность в сети. Как настроить OpenPGP для электронной почты?». Посмотрите этот урок в записи. И главное, ты нам нужен. На сайте IT-волонтер появились новые интересные задачи для тебя. Влад Лавриченко, координатор Теплицы, подготовил новый список. Выбирайте. И последнее. Любишь ли ты лонгриды так, как любим их мы? Ответ – да. Кстати, их любишь не только ты. Как их писать и зачем? В статье Екатерины Изместевой лонгриды – что это такое? Зачем НКУ их писать? Совет недели лично от меня. Все от ума. Да пребудет с тобой сила.